итак продолжаем значит тарелочка у нас угловатенькая количество количество грани задается вот здесь сейчас по умолчанию стоит 16 вот чем больше вы их зададите тем больше тем более сглаженная у вас будет тарелочка ну тоже смотри вот смотри видишь ты объект выдели потому что если объект не выделено сколько хотите насколько у вас компьютер вытянет и если если сильно много то большая вероятность что вам придется искать это союз до старайтесь обычно использовать чётные цифры если у вас появляются какие-то артефакты это значит у вас выключена вот это вот иногда бывает тарелка может выглядеть непонятно то есть значит например сейчас покажу иногда может выглядеть тарелка вот так вроде как и есть но как-то она как будто бы вывернута кожей вовнутрь значит это вот за это отвечает вот эта галочка то есть она выворачивает нашу кожу мехом вовнутрь это называется flip normals у каждого объекта есть нормаль то есть по умолчанию она смотрит там из центра наружу вот это нормально можно повернуть вовнутрь тогда получается вот такая вот непонятная каша так какой тебе вопрос циферка g у нас включает и включает сеточку поначалу эта сеточка удобно позволяет вам ориентироваться пространстве где у вас вверх где у вас вниз в дальнейшем она начинает раздражать вот теперь у некоторых получилось объектом угловатенький в результате тарелочка у нас появилась ну такой какой-то некрасивой формы ничего страшного если вы не превратили объект в поле вы его можете спокойно редактировать для редактирования опять-таки делаем делаем там например сглаживание да вы нажмите на вот вместо латиш нажмите на объект не ждать и это нам позволяет передавать форму которую нам хочется вот уже смотрим уже другая у нас форма появилась иногда удобнее делать вот если вот включить вот эту вот галочку на команде на линию нажми на линию да 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 вот если вы нажимаете она позволяет вам показывать конечный результат видите чем это удобно вы можете сейчас сейчас я покажу как дорисовать вы можете смотреть на контур и редактировать контур прямо вот смотря на финальный результат вашей тарелочки то есть видите чем удобство вы можете вот это вот команда она позволяет видеть финальный результат вот если так получилось что вам не хватает точек вот ну там например вот я вот удалил мне их надо добавить значит здесь ищем ниже 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 ищем команду refine нажимаем на нее вот ищите внизу вот refine вот она находится в закладке геометрия вот да нажали на нее и теперь нажали там где вам надо добавить точку все вам точка добавилась вы а если убрать то команду delete да вот я refine и все я добавил себе точечку точечку превратил ее там превратил ее там вот там refine добавил точечку превратил ее там здесь вы в каком виде работаете нет но я хочу просто работать потому что он тебе бесит это за кого-то я понял вот таким образом мы можем придумать какую-то загадочную форму вот смотрим на что у нас финальный результат вот вот у нас да то есть это нам позволяет видеть в вот вот и вот 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 там придумать какую-то загадочную форму у меня шапка получилась шапка мономаха тоже да шапку кстати да это та же самая тарелка каким образом мы можем создавать там форму для выпекания да 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 вот задайте мы получили такую тарелочку дальше если посмотреть на нашу линию вот у нас мы видим что здесь от угловатые и вот вещи получается вот мы хотим их сгладить но они у нас почему-то получается угловатые два варианта либо добавить тут точечку с каждой добавленной точечки у нас уменьшается количество граней либо самый правильный вариант это нам надо увеличить количество ранее по всему объекту количество граней находится в закладочке интерполяции да вот правда про прямо под вкладочкой рендера видите по умолчанию здесь 36 добавим его и вот по мере добавления у вас этих точечек у вас будет форма становиться более плавненькой по умолчанию тут стоит клавишка оптимизация что она дает там где у нас идут ровная линия она не будет делать дополнительные линии видите это как бы для вашего компьютера будет легче чем меньше вот этих всех линий тем для вашего компьютера легче есть адаптивная но она видите совсем все делает печально самый оптимальный вариант так сейчас я каждому подойду